начинается сегодня в выпуске снова не говори мне это что за полет феникса это вот это самый изображает 1 апреля это не самолет это супер голд это птица это самолет это супер и слова сами знаете о чем рассказываем подробности про джаггернаут анонсируем новый способ получения красок новый способ получения красок мы знаем что сейчас у вас стало немного больше времени на игры так что сегодня расскажем пару способов как потратить его с пользой руки все помыли начинаем руки все помыли я думал скажет немножко другое ну ладно а перед тем как доложить вам о последних событиях в игре скажем что сейчас youtube по умолчанию выставляет минимальное качество видео и если вы недовольны тем как выглядит наш видеоблог то просто ткните на шестеренку и вручную установите нужное вам разрешение так гора это что для школа тронов вообще обучение для школа тронов было больше выровлить что никто не знает что можно вот так вот взять и качество поменять сильно раз да лучше не правда ли мир изменился привычное окружение опустело зато у нас в игре полный аншлаг и специально для вас на период вынужденного простоя мы добавили новую активность изоляция это особое задание которое мы создали чтобы вам было интереснее проводить время в игре больше бонусов веселее прокачка и разумеется награда так что заходите в игру и не забывайте взять задание до того как пойти в бой удачи на полях сражений в прошлом выпуске мы пообещали вам скорый анонс нового режима для джаггернаута пришла пора подробностей мы уже сказали что этот режим будет требовать повышенной координации но вы даже не подозреваете насколько мы решили сделать очень сложную вещь разделить режим джаггернаута сразу между двумя членами одной команды да да вы не ослышались один из игроков будет управлять башней а второй корпусом первому достанется полное управление пушкой а второму придется отвечать за перемещение используем короче друзья сразу скажу жалко что мне все это дело заспойлерили если бы я бы это сейчас слышал бы из первых уст у меня бы реакция была бы совсем другая я бы сидел бы в шортах да но так как мне все это дело заспойлерили это все знаю и поэтому я как бы на эту тему уже только могу рофлить но в общем и целом идея как по мне прикольно да это что будет дальнейшем я так понял что скажут про головы командный чат то есть в голосовой да мне кажется что из этого в плане то что ну как бы как я я как являюсь как бы ютубером для меня это будет контент определенного рода это интересно это круто да но как она будет выглядеть на самом деле я пока не знаю но идея мне кажется прикольно прикольно не овердрайва игрок будет видеть только ту часть интерфейса за которую он отвечает например шкалу перезарядки будет видеть только первый игрок а уровень заряда 2 за использование расходки будет отвечать второй игрок но для того чтобы она применилась необходимо чтобы используемый припас был у обоих игроков расскажите мне пожалуйста а почему он говорит использование расходки на джаггернаут это что вообще как можно такую вещь сказать уже гернаута уже по дефолту расход есть 1 будет наука нажимать какая нарк уже гернаута уже есть нарк сделаешь собранку даже могло что на комбутации у одного и другого я че знаешь списываться она будет также и у того и другого заработанные фраги и очки будут зачислены обоим игрокам одинаково в момент когда игроков будет забрасывать в джаггернаут в игре между ними будет устанавливаться голосовой чат для координации действий и тут стоит рассказать почему мы так долго делали этот режим ни для кого не секрет что в любой игре очень важен код отвечающий за логику взаимодействия между игроками учитывает особенности соединения задержка сигналов сети производительность компьютера очень сложно настроить правильное взаимодействие между двумя игроками управлять одним танком и на одном компьютере дело достаточно сложное управлять одним танком двумя игроками находящимся в разных точках мира еще сложнее но мы провели большую работу на синхронизации и что самое главное мы справились при этом мы долго думали что дать взамен повысившейся сложности и мы придумали каждому из игроков выдается одноразовое усиление на 15 секунд случае первого игрока она дает ускорение наведения ракет в 10 раз и скорость поворота башни в три раза для второго игрока усиление дает скорость поворота башни так и там и так башня быстро двигается если ее ускорить ты даже будешь у тебя как будто солнца будет вместо единицы троечка и ты будешь крутиться как бешен там это наоборот сложнее будет бонус брони в 10 раз ускорение заряда овердрайва в пять раз и скорость передвижения увеличена на 30 процентов в один момент использовать можно только одно усиление при этом а понял это типа когда ты хочешь тогда его используешь если один игрок использовал усиление но второй игрок активировал свое то первое усиление будет сброшено к сожалению объем работ настолько большой что мы не стали создавать версию для флеша поэтому вы сможете найти ее только в html 5 версии ну почему только html 5 ну почему ну почему игры и чуть позже в android версии также к запуску режима будут готовы особые миссии с уникальной наградой доступны только ограниченное время как видите вы готовы на что угодно лишь бы поскорее перейти на html 5 что угодно вот это да это я уже согласен версию игры ждите анонса скоро а еще очень скоро нас ждет важное нововведение мы сделаем возможность покупать некоторые краски на танкоины теперь вы сможете не только пытаться вытащить желанную раритетную краску из контейнеров но и купить ее и второй важный момент относить ох плюс донатик подъехал будем краски покупать да артемочка сильно красок они теперь переезжают из магазина в гараж и доступны будут именно там а вот какие именно раритетные краски вы сможете купить и по какой цене а самое главное надо продавать те краски которые были в спецпаках о которых говорили что вы нигде их больше не сможете получить вот тогда будет в просто лайк поставки узнаете это весело будет такой зимой подать вот нет свободных мест у калашникова разбор новинок для гаусса может устроить пожалуйста это неправильно а мисс боту мне учались ли я не встречаем лучшего игрока на рельсе файл 104 повторил свое достижение и прошел весь турнир без единого поражения рекомендуем посмотреть запись гранд-финала тем кто не смог увидеть его онлайн вы смысл вообще-то игрок тимпойтер с бывшим попрошу заметить можете наблюдать не просто красивый бой а упорное противостояние чем пыль и и бумбок в рецентах от всех пушек и мин получил это будет снова ставочкой так вот и все на сегодня лайкайте подписывайтесь и жмите на колокольчик а там точно подписывайтесь и жмите на колокольчик потом подписывайтесь жмите на колокольчик и увидим а что еще там прежде чем попрощаться за ответьте нам пользуетесь ли вы тик током отвечаете да или нет специальной google форме ну что друзья могу сказать джаггер ну как по мне интересно как по мне интересная вещь будет интересно посмотреть вообще как это все дело будет работать возможно даже запишу видос по всему этому поводу расскажу немножко больше что я думаю да и возможно новый джаггернаут внесет новую рубрику на канал по идее у меня есть уже на данный период времени много интересных мыслей по этому поводу как то так